ну что начинается путешествие мой первый раз я здесь еще ни разу не было встретили нас в аэропорту ранний прилет на нас привезли в отель заселили отелин турист и находится он рядом с памятником ленина что тут рядом пока не знаю все будет первая прогулка у нас железноводске небольшой курорт всего на 25 тысяч жителей построен точно так же как и все остальные курорты одна улица санаторий и источник назван в честь горы железный проглядывается гора бештау 5 вершин и мы поднялись наверх и опускаемся вниз мимо дворца эмира здесь начали строится яйцо желание на нем чего только нет на знаки зодиака и всякие знаки другие здесь какие-то еще в рельефы здесь рыбы так нам водолей козерог здесь вот что то здесь как раз находится славяновский источник смирновский источник и вот такая красота и мы по дорожкам спускаемся вниз как настоящие курортники любуюсь рукотворными и природными красотами это бештау это пушкинская галерея совершенно открыто для того чтобы люди могли собраться от династи от дождя спрятать начало 20 века постройки 1902 года такое прям типовое здание для тех времен и вот такие олейки народ из санатория с всех санаторий которые здесь есть тут так сказать прогуливаются вот цветочные часы и мы точно знаем где мы в железноводске здесь у часов памятник пушкину нашему всему как-то он немножко странно выглядит но это пушкин нам сказал гид такие олейки здесь павильоны не могу сказать старинного но уже антикварного вида и неспешно уже по курортному идем на воды можно изучить план железноводска в принципе приехать сюда на лечение рекомендуется 10 дней приема вод внутрь и снаружи исток здесь заботятся мы очень стратегически верно идем вниз орел символ а еще и кружечки с носиками тоже символ железноводска вот так вот идем бюрет так сказать здесь вода идет через насос то есть это ей помогает выйти ну будем пробовать она горячая вкусная? вкусная? не переборщить еще же будут источники это мы источники вот это та самая славяновская вода инструкция еще с тех пор так что товарищи читайте 54 градуса это славяновский источник вот та самая славяновская вода которая продается уже солнышко заходит гора красиво подсвечена и работает фонтан а это тот самый орел и змея ее все знают даже те кто не были здесь и нас ждет Смирновский источник в Смирновском бюлете вот так ой извините вот подальше отойду а то совсем не умер и она попрохладнее пробуем более железистая мне, если честно, первая понравилась больше она тоже целебная и променад продолжается дальше все ниже и ниже вот по этой дорожке ну и приступаем к местным специалитетам мы пока находимся в старой советской еще части этого парка 1936 года постройки здесь практически ничего не делали даже не восстановили вот этот водопад и фонтаны поставили только новые фонарики а там дальше ниже мы как раз туда идем будет уже новый парк открытый в 2019 году эту часть хотели отреставрировать но тут подвернулся коронавирус поток туристов просто был неиссякаемый некогда было ремонтировать все поехали отдыхать в Железноводск и прочие воды какая красота вот это мы все спускаемся спускаемся это все старая часть песик фотомодель там гора железная и опять змея и орел который ее терзает вот это в принципе символ победы, здоровья над хворью там такая история ну короче говоря наши победили и вот мы дошли к новой части сразу после орла начинается новая часть вот так здесь красиво там дорожки петляют серенкуры здесь лестницы то есть можно и так подняться спуститься а можно по лестнице сандар сандар первой здесь работающие фонтанчики в новой части и будут брельефы всех знаменитостей которые посещали этот курорт красота какая а здесь Пушкин здесь были все такое популярное место и Лермонтов здесь был и здесь вот уже работающие водопадики красота Лев Николаевич Толстой почтил своим присутствием курорты Железноводска так что у меня хорошая компания льется мы спустились по каскаду и попадаем в такую как площадку беседку с лавочками для тех кто устал и бюстом а это ГААС тот самый основатель этого курорта и вот это похоже современный гювет с водой с Майлбей ну да то есть постарались построить как-то его в стиле гювет книга но похоже уже закрыт внутри но это современная конструкция и вот такие бюветики это оформлено вот так этот бювет пробуем хватит 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 это вода уже с явным запахом серый водород господи зачем я это выпила и вот дальше продолжается этот променад здесь есть еще курортное озеро и эта часть очень странная вот сделали пандусы для инвалидов но за счет этого поломали лестницы для здоровых ходить нужно очень аккуратно главное это главная площадь железновод здесь проходит концерт мероприятия все и курортное озеро сейчас пойдем к нему площади плиточкой выложены символы всяких желез поэтому эту площадь еще называют железной и еще один фонтан здесь они еще работают прогулочная набережная продолжается здесь всякие фигурки и вот само озеро в котором еще можно плавать даже еще здесь много рыб а там сердце а вон там на острове или на полуострове это макеты окружающих гор бештау мошок железные вот они все здесь можно посмотреть вживую а можно посмотреть макеты если присмотреться на них увидеть набережную тоже открыли в 2019 году ее здесь не было в народе курортное озеро называется называется тридцаткой в честь того санатория на той стране 30 лет победы в национальном костюме летом здесь купаются вот переодевалки качельки детская площадка там лежаки стоят летом народу очень много летом особенно сейчас душ присутствует детская площадка все не заканчивается на пирсах стоят лежаки а на фоне гора Бештау гора с пятью главами тихая спокойная курортная жизнь хороший первый день нашего экскурсионного тура сейчас поедем в гостиницу в Пятигорск завтра уезжаем из Пятигорска в Пятигорск это же это солярий тут солнышко не напитало крыша и вот здесь такие лежаки чтобы тут лежать и загорать как шпроты и вон там продолжение а здесь такие персы и там стоят лавочки красота да а вечером все озеро зажигается фонариками там даже ступенечки подсвечены ну красота очень цивилизованно все стало настоящий курорт это это как а не знаю